В Санкт-Петербурге началась подготовка к благотворительной акции «Белый цветок». Во всех школах города прошел урок доброты. На одном из них, в гимназии номер 32, побывали наши коллеги. С подробностями в сюжете Анны Шишминцевой. К благотворительному празднику «Белого цветка», как и сто лет назад, готовится заранее. Акция состоит из нескольких этапов. Так, в школах Санкт-Петербурга в мае проводятся уроки доброты. Это и беседа, и изготовление символа праздника. Мы принимаем участие уже пятый год в акции «Белый цветок». Она для нас является ежегодной и обязательной для всех учащихся нашей гимназии. И что немаловажно, в этой акции всегда принимают участие и родители. То есть дети делают на уроках. Мы с вами имели возможность посмотреть урок доброты в четвертом классе. И также дети продолжают эту работу дома вместе с родителями. Урок начался с просмотра мультфильма «Цветик-семицветик». На примере поступка главной героини ребята обсудили важные вопросы. Что такое доброта и что такое милосердие. Практическая часть урока – изготовление белых цветов. Вместе с детьми сделал цветок и отец Александр Ткаченко. Очень трогательно сегодня было смотреть с детьми мультфильм «Цветик-семицветик», который очень ясно, очень образно, очень красиво объясняет детям о том, как важно имеющиеся у тебя ресурсы использовать на благо других людей. Дети делают на этих уроках белые цветы. Эти белые цветы 1 июня, в День защиты детей, волонтеры детского хосписа, воспитанники медицинских колледжей и других вузов будут распространять среди жителей и гостей нашего города. В этот день город украсится белыми цветами. В этот день люди еще и еще раз задумаются о том, как важно быть добрым, как важно разделить ответственность за то, чтобы люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имели больше возможностей для жизни, для лечения, для реализации себя в этом мире. Эти и другие цветы в Международный день защиты детей на улицах города волонтеры раздадут за пожертвования. Собранные денежные средства будут переданы детскому хоспису на поддержку тяжело и неизлечимо больных детей.